В эфире передача «Разговор по существу». Сегодня мы в гостях у заместителя начальника отдела ДПС Шаклейна Сергея Николаевича. Здравствуйте. Здравствуйте. Речь пойдет о работе госавтоинспекции, направленной на профилактику нарушений правил дорожного движения, которые приводят к аварийности на дорогах региона. И сразу перейдем к вопросу, сколько дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Магаданской области за текущий год по сравнению с прошлым. И какова статистика? За 5 месяцев текущего года произошло снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 59 ДТП в прошлом году, 93, снижение на 37%. 5 человек погибло в этом году, в прошлом 10, снижение на 50%. 77 человек получили телесные повреждения. В прошлом году 123, снижение на 37%. Такое снижение количества дорожно-транспортных происшествий обусловлено прежде всего уменьшением интенсивности потока транспортных средств и пешеходов в связи с принимаемыми мерами по профилактике и распространению коронавирусной инфекции COVID-19. И сразу же встречный вопрос. Какие дорожно-транспортные происшествия происходят чаще всего? Основными видами нарушений правил дорожного движения, являющимися причинами дорожно-транспортных происшествий, является выезд на полосу дороги, предназначенный для встречного движения, превышение установленной скорости, нарушение правил проезда очередности перекрестков, нарушение правил дорожного движения пешеходами. Одним из сопутствующих условий совершения дорожно-транспортных происшествий является управление транспортным средством лицом, находящее в состоянии опьянения. Сколько правонарушений, связанных с нетрезвым вождением, выявили за текущий год и какие профилактические меры вы принимаете? Если брать статистику за 5 месяцев текущего года, то за этот период сотрудникам госавтоинспекции выявлено 195 правонарушений, связанных с управлением транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения, либо не выполнившими законы требования сотрудника полиции о прохождении медицинского свидетельствования или нарушения права дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, квалифицированному по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В целях профилактики данных видов правонарушений сотрудник госавтоинспекции проводится оперативно-профилактические мероприятия нетрезвого водителя, а также иные профилактические мероприятия, в том числе массовые проверки. На предмет выявления водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, наркотического либо алкогольного. Кроме этого, отделом пропаганды безопасности дорожного движения проводятся встречи с осужденными лицами по 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками особое внимание обращается, насколько замедленная реакция водителя, находящаясь в состоянии опьянения, на изменения в дорожной обстановке. Данная встреча проводится совместно с представителями Федеральной службы исполнения наказания и представителями Огнанского областного наркологического диспансера. Какое наказание предусмотрено за вождение автомобиля в нетрезвом виде? Административным законодательством предусмотрено за управление транспортом средств на состоянии опьянения, либо не выполнившим законного требования сотрудника полиции прохождения медицинского свидетельствования, штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Уголовным законодательством предусмотрены альтернативные виды наказаний. Это лишение свободы на срок до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет и штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. К этим альтернативным наказаниям применяется также лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность на срок до трех лет. Какие мероприятия проводятся, направленные на снижение показателей аварийности на территории Магаданской области? На территории Магаданской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «нетрезвый водитель», водительское удостоверение, пассажирские перевозки, опасный груз, аннулирование регистрации, скутер, мототранспорт и, кроме этого, массированные проверки при отработке отдельных видов нарушений, которые влияют на состояние аварийности. Отделением дорожного надзора осуществляется Федеральный государственный надзор за соблюдением юридическими лицами, индивидуально-предпринимательными, физическими лицами безопасности к строительству и реконструкции автомобильных дорог, дорожных сооружений, установки и эксплуатации технических средств организации дорожного движения. В ходе повседневной надзорной деятельности в случае выявления нарушений, нормативов, стандартов сотрудниками отделения дорожного надзора выносится предписание об обязательной к исполнению, об устранении нарушений требований законодательства в области безопасности дорожного движения и представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Особое внимание уделяется детскому дорожно-транспортному травматизму. В текущем году проведена акция «Безопасный двор», в ходе которой совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта проводились беседы с юными участниками дорожного движения об основах соблюдения правил дорожного движения. С родителями проводились беседы о необходимости проведения воспитательных бесед с детьми, а также с водителями о соблюдении правил дорожного движения в жилых зонах и во дворовых территориях. Как организована работа с использованием средств фото-видео с фиксацией у нас в регионе? Учитывая, что превышение скорости, безусловно, влияет на состояние аварийности, в госавтоинспекции совместно с органами государственной власти ведется активная работа по развитию комплекса автоматической фиксации. В настоящее время на территории областного центра имеется 21 комплекс автоматической фиксации, направленных на выявление административных правонарушений, таких как превышение установленной скорости и на выезд на сторону дороги, предназначенный для встречного движения. Посредством данных комплекса в текущем году только за 5 месяцев выявлено 32 тысячи административных правонарушений, связанных с превышением установленной скорости. В прошлом году 12 тысяч. Рост на 165%. Ну и к завершению такой вопрос, что по вашему мнению сможет все-таки остановить злостных правонарушителей? Несомненно наказание, которое должно соответствовать соразмерности, индивидуальности, справедливости и законности, целью которого является предупреждение административных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, формируя стойкую привычку у правонарушителей правомерность поведения. Наказание, несомненно, должно иметь воспитательное воздействие и осознаваться не только правонарушителем, справедливым, но и окружающими. Спасибо, Сергей. Зрителям, напоминаю, это была передача «Разговор по существу» и мы были в гостях у заместителя начальника отдела ДПС Шаклеина Сергея Николаевича. До скорой встречи.